Сегодня на библейском портале «Экзегет» мы продолжаем наши беседы по трудным, сложным местам Священного Писания. И сегодня, отталкиваясь от текста Евангелия от Луки, 2 глава, 40 стих, мы рассмотрим следующий вопрос. Как младенец укреплялся духом, исполняясь премудрости, как сказано, если он был самодостаточным Богом? Что значит самодостаточный Бог? Бог ни в чем не нуждается. Бог самодостаточный. Он сущий. Слово «сущий» указывает на его самодостаточность. Сущий. А мы, в отличие от сущего, мы существующие. Отключи у нас там воздух, свет, воду, и наше существование прекратится. А Бог «сый» по-славянски, сущий, по-русски, то есть самодостаточный. И давайте прочитаем текст, от которого мы отталкиваемся. Это Евангелие от Луки, 2 глава, 40 стих. «Младенец же возрастал и укреплялся духом, исполняясь премудрости, и благодать Божия была на нем». Ведь мы исповедуем во Христе Бога. А как Бог может укрепляться духом, если он сам является источником благодати духа? Как он может исполняться премудрости, если он сам есть истина, абсолютная премудрость, воплощенная премудрость? И благодать Божия была на нем, он сам есть источник благодати. И вот в этом вопросе надо разобраться. Архиепископ Аверкий Таушев предлагает такое объяснение. Давайте ознакомимся с ним. До выхода своего на общественное служение человеческому роду Господь Иисус Христос пребывал в безвестности. Единственный факт из его жизни за этот период времени приводит евангелист Лука, так как он писал свою Евангелие по тщательному исследованию всего сначала, то надо полагать, что других таких выдающихся фактов в жизни Господа за этот ранний период не было. Общую характеристику этого периода святой Лука дает в словах. «Отроча же, растяша и крепляшися духом, исполняясь премудрости и благодать Божия, бе на нем». Это понятно, как бы восклицает Владыка Аверкий. «Ибо отрок Иисус был не только Богом, но и человеком, и как человек подлежал обычным законам человеческого развития. Только по мере развития своего человеческая мудрость отражала или вмещала в себя всю глубину и полноту божественного ведения, который обладал отрок Иисус как Сын Божий». То есть во Христе божественное и человеческое – это как бы два сообщающихся сосуда, хотя и не слияно все это. И божественное – оно воздействует на человеческое, а человеческое в любви всецело подчиняется божественному. А божественное и человеческое в нем, конечно, нераздельно, неразлучно, неизменно халкидонским определением, но и не слияно. Поэтому человек был человеком, и то, что свойственно человеку возрастать, входить в мудрость, в постижение мудрости, укрепляться духом – все это присутствовало, но в значительно большей мере, потому что во Христе божественное и человеческое в единую эпостась. Божество как бы эпостасировало в себя человечество Иисуса так, что божество ничего не прибавило к себе, а человечество получило буквально все. И мы исповедуем Христа, что Он как истинный Бог единосущен Богу Отцу, а как истинный человек единосущен каждому из нас. Поэтому мы имеем причастность к этому единению божественного и человеческого во Христе тем фактом, что мы тоже человеки. И Григорий Низкий называет его нашим сателестником. Я часто на это обращаю внимание. Блаженный Феофилак Болгарский пишет, «Иисус возрастал по телу, хотя он мог быть от самой утробы достигнуть в меру мужеского возраста, но тогда мог бы показаться призраком». То есть он мог бы от самой утробы и сразу обрести, как только родился, обрести форму взрослого человека, совершенного человека. Но тогда он показался бы призраком. «Поэтому он растет мало-помалу», пишет Феофилакт. «С возрастом проявлялась премудрость Богослова, ведь Бог открывает нам себя в той мере, в какой мы можем вместить. И по мере взросления истинного человечества истинное божество раскрывало ему его единство в единую постась с Логосом Словом». То есть он возрастал мало-помалу. «С возрастом проявлялась премудрость Богослова, ибо он был мудр не по успеху в учении». Прочь такая мысль. «Поскольку же он прирожденную премудрость открывал мало-помалу, то говорится, что он успевал и укреплялся духом сообразно с возрастом телесным. Ибо если бы он явил всю мудрость в самом первом своем возрасте, то показался бы чудовищным». Действительно, если бы младенец в колыбельке начал бы решать сложные математические задачи, вырвав блокнот из рук отца, а вторую из рук матери, наверное, думаю, все бы перепугались. Таким образом, мы устанавливаем, что у Христа было настоящее детство. Кстати, Феофилакт считает, что это имеет большое значение каждый период в жизни возрастающего Христа для рода человеческого. Феофилакт отражает эту мысль такими словами. Своим младенчеством он осветил всех младенцев. Своим отрочеством он осветил всех отроков. Своей юностью он осветил любую юность. Своим мужественным возрастом он осветил мужественный возраст. Действительно, Христос, как наш святелесник, источник благодати и особых благословений для каждого этапа и периода в жизни любого человека, и младенца, и отрока, и юноши, и зрелого мужа, мужчины. Итак, сегодня мы рассмотрели достаточно интересный, сложный по-своему вопрос. Было ли у Христа детство? По сути дела мы об этом говорили. Был ли у него процесс постижения? Друзья, чтобы вам не пропустить новых бесед, подписывайтесь на библейский портал Экзегет, чтобы вовремя получать информацию о наших новых беседах. И берегите себя! Продолжение следует...